привет дорогие подписчицы девочки такие девочки о чем же мы будем сегодня с вами говорить говорить мы будем с вами немножко на тему 18 плюс но я буду максимально корректная один из самых частых вопросов по которым по которым ко мне обращаются посмотреть стоит ли заводить с мужчиной интимные отношения ну заводите наверное неправильное слово как собачка но стоит ли вступать с мужчиной в интимные отношения девочки очень хотят узнать какой же любовник мой потенциальный партнер и хорошо если это можно как-то проверить сразу да а если например вы виртуально общаетесь и рассматриваете для себя продолжать с этим человеком отношения или нет поехать к нему или нет да потому что все же на первом этапе знакомства очень сильно себя расхваливать да и даже свои собственное качество интимного характера все очень часто расхваливают по всех поголовно 20 сантиметров и все они супер любовники как же дело обстоит на самом деле вот мы посмотрим как дело обстоит на самом деле и сигнификатор посмотрим нашего героя любовником постараюсь не затягивать расклад за обычно попадает потоковое состояние на изучать что у нас там в инфополе происходит люблю общение с подписчиками в том плане что всегда понятно что же на самом деле интересно да какую сферу жизни захватить люблю колоду таро скрытой реальности издательство весь это русскоязычная версия мы ее будем немножко использовать как сигнификатор сигнификатор то есть три варианта это будет у нас экспресс 1 класс посмотрим что же у нас нашим потенциальным любовником стоит ли ввязываться в отношении с ним не разочаруемся ли мы разноцветный вариант как у нас там был зелененький оранжево-коричневый выбирайте вашего мужчину парнишку потенциального соответственно любовника можно загадать можно загадать нескольких партнеров если вы активная женщина например да и ведете там переписки девушка женщины ведете переписки в интернет и смотрите для себя лучший вариант кстати вот недавно общалась женщиной она рассказывала как нашла вторую половинку на сайте знакомств и она говорит а я проводила собеседование я говорю а как собеседование то ну как вот ты на свидание пришла это проводилась собеседование грида у меня был ряд вопросов которые я задавала мужчинам и смотрела насколько они соответствуют вот я конечно была несколько удивлена потому что для меня это циничный подход я спрашиваю как мужчины реагировали на эту ситуацию что ты вопросы задаешь она говорит нормально вот и дальше я спросила по каким критериям она опирала до что ей важно было что нам женщинам важно она говорит а я спрашивала ну то есть какой образ жизни он ведет да там спортивный не спортивный кстати женщина такая с глубинки не могу сказать что например избалована женского внимания мужским она в разводе и вот я значит спрашивала доход она спрашивала интересы соответственно да то может быть там черты характера какие-то общие точки соприкосновения она говорит я выбрала лучшего вот то есть этот мужчина совпал абсолютно по всем критериям и соответственно по сексуальному аспекту тоже мужчина совпал для меня это да это очень важно и поэтому это абсолютно такая нормальная сфера жизни вот и она говорит я встретила идеального мужчину несмотря на то что вот я внешне непривлекательная женщина как внешне не привлекательная то есть она после развода она там располнила она там как сказать но не товарный вид может не знаю как для сайта знакомств обычная женщина она говорит я нашла обычного мужчины вполне вот и и все в нем идеально и конечно я стала докапываться как так вообще можно что все идеально вот и все-таки него оказался изъян который для нее для нее был незначительным знаете какой изъян вот когда мы стали обсуждать эти аспекты что же что же привлекло она говорит для меня вообще внешность не важно абсолютно неважно внешности у нее у мужчины которого то она считает идеальным с которым она счастлива у него просто шрам на пол лица на море где даже эти моменты не замечаю вот но поскольку вот у нас такой как бы аспект на сексуальные отношения мы сейчас посмотрим стоит ли вам заводить отношения или нет но а почему я это говорила я говорил потому что внешность не важно оказывается для того чтобы встретить идеального человека вы же смотрите сами важна она вам или нет итак первый вариант давайте по сигнификатору ой сучок тайна человеку она может даже как это мистика их увлекаться занимать или например ты человек который не хочет чтобы сейчас при него что-то рассматривали этому говорит потому что верховная жрица вот такой вот у нас человек человек тайна загадка на может мозгодел немножко да когда нам приходится додумывать вообще что он хочет что монарх говорит как бы пара говорит да слушайте но это точно вас какой-то то ли маг то личит еще потому что смотрите верховная жрица соответственно да и луна вот это человек для которого на самом деле сексуальная близость она больше наверно какой-то даже духовный аспект вот и при этом он будет занимать деминирующую позицию да для него очень важен духовный аспект женщины вот и при этом по монария ну вот смотрите если мы возьмем там классическую трактовку это толпой меча ну как бы слуга воздуха но вот воздух это мечи да ну как бы ничего если здесь больше конечно говорит о каких-то таких вот мы если в голове что тогда там на ситуации допустим если вас произойдет какой-то там немножко кризис да немножко кто-то кому-то не понравится вот он будет обмусоливать все но это по уэйту если мы берем классическую трактовку он ничего как бы обмусоливать не будет и при этом вот он такой немножко знаете в плане ну может быть каких-то ритуалов что ему там важны какие-то там прелюди еще крис но при этом он будет доминировать вот для него и женщина такая как бы не познанная загадка да вот он любит разгадывать и при этом да такой вот как такая доминирующая позиция ну как любовник как любовник здесь можно сказать что хорошо потому что есть карта императора да и такие если вы любите моменты доминирования вы видите получите вполне вот но здесь человек на самом деле может менять ну как бы позиции быть и ведомым да и ведущим потому что держи еще карты луны а карту луны это очень такие женские энергии сами по себе вот и женские энергии и вот такой вот немножко такой вот хит разделанность когда он может быть кстати даже не говорить что ему нравится по этой карте такой скрытный такого мужчина и я подозреваю что может быть у вас просто еще самое начало отношения как в этом сгаду вот либо просто как-то вы не можете выйти на какой-то эмоциональный контакт не просто на физическое на эмоциональный потому что ну закрыть по луне а закрыть по луне потому что опять же мог какие-то трансформации происходить еще какая-то история мужчина содержат может по этой карте ладно но это нюансы не это смотрим смотрим второй вариант тона сигнификатор здесь очень такой деятельный товарищ может быть даже по психотипу там может быть истероид какой-то гипертим то есть очень активный да там восьмерка жезлов ну сказал сделаю этот чек завоеватель чем победителя нарцисс тут вот какой-то нарцисс здесь я не могу сказать что здесь какие-то берем очень развитые заинтересованность мужчин и женщин ему очень важно свое выдавим как бы важен сам процесс поэтому вряд ли он как-то будет к вам относиться я имею ввиду что а если будет какие-то действия там делать да ты это ровно для того чтобы сказать посмотри какой я там классный ну в этой ситуации то есть такое это вы знаете люди которые занимаются там любовью а у них зеркала на стене то есть они сами себя любуются и при этом он тоже любит чтобы женщина в отдалении была чтобы она там не залезала там его личное пространство чтобы это вот так и тут опять же вообще не про серьезные отношения здесь как бы не нацелим человек как любовник достаточно эгоистичный эгоистичный и самое интересное что создает про себя такой образ некого дэнджана коим наверное не является причем все эти энергии демонстрирует сам таким не является у нас будет хотя бы один какой-нибудь тут товарищ про которого я скажу что рекомендую это тоже какой-то мозгодел третий вариант сейчас у нас прям такие вот здесь вот еще как бы имеет место быть сейчас расскажу почему потому что здесь смотрели какая ситуация здесь одной страны мужчина трудоголик и он может настолько уставать что вот он очень любит когда женщина руководит потому что по магу и вот по вот этим аспектам монара здесь на самом деле говорят вам женщина сверху да при этом как бы во всех отношениях и при этом это отношение когда сближает там только интимная близость опять же там как-то встретиться разбираться потому что здесь вот это вот все равно есть некое внутреннее одиночество да что на прошлом может быть это там у вас эти отношения там после ну не надо после развода например дам дали ну в общем кто-то там любит партнера из прошлых отношений с какая-то такая история что по сути это отношение они страстные но в том плане когда рулить женщина вот этой всей истории вот рулить женщина но при этом этому это может быть достаточно интенсивно потому что десятка мечей она уже тебя про разрушение некогда про большой там выплеск энергии вот но при этом здесь на самом деле мужчина очень эмоционально устал и он очень сильно эмоционально выгорел если вы сможете восстановить состояние когда мне эмоционально выгорел вы вполне можете получить хороший качественный контакт так просмотрели мы сделали экспресс расклад не могу к сожалению ничем порадовать для меня как-то посмотрите сами на данный момент потому что здесь такие эгоисты вообще к нам пришли такие все нарциссы нарциссы какие-то такие разрушители какие-то такие хитро сделаны ребята которые только все для себя любит посмотрите насколько это вам тут еще на по второму варианту может как-то тогда но с той точки зрения что вот я какой красавчик да что я лучшее что у тебя было детка это я была лучшая то есть я могу в этом стараться для тебя но только чтобы ты сказала что я лучшее что у тебя был я лучшее что было с тобой так это был такой небольшой экспресс расклад если понравилась трактовка ну дайте никак не знать об этом комментарии пишите лайки я приветствую я приветствую если вы нажмете на колокольчик и на канал подпишитесь потому что очень много интересных раскладов и очень многое я думаю что интересно событий на ждет вместе с вами особенно когда кто предупрежден тут вооружен спасибо же за просмотр на что подписывайтесь на канал ждите новых раскладов спасибо большое за внимание была рада видеть вас и работы для вас с картами